Я начну с такого небольшого интерактива разогрева, чтобы понимать, что мне рассказывать, ну и вообще на каком уровне аудитория. Вот вопрос такой, кто смотрел главную кейноут в Google.io, ну и кто вообще знает, что это за конференция, можете сказать там пару слов. Кто смотрел кейноут в сессии, которые были на Google.io в этом году? Никто не смотрел? Я смотрел. Хорошо. Ну вот Google.io это конференция, где Google анонсирует все свои новинки за год, начиная от разных гаджетов и заканчивая направлением по трем ключевым потокам, то есть это Android, Web и Cloud. Ну и плюс все девайсы, которые сравнены, все клевые фишечки, которые относятся, ну по сути, к этим трем главным потокам. И обычно показываются главные кейноуты, где они должны там создавать вау-экспект и, ну по сути, показывают все свои наработки и сессии уже, которые тематические по технологиям. Ну и в целом для разработчиков Google.io это, наверное, как отсчет нового года, потому что появляется что-то новое, есть мотивация, интерес разбираться с какими-то новыми фишками. Ну и, конечно, каждый год, вот уже три года с выходом Android Studio, Google приносит какие-то клевые фишки, которые делают нашу жизнь лучше, разработку приятнее. Ну и в целом это весьма интересно, ну и стоит это пробовать, как только это появится, чтобы быть в курсе и в тренде событий. Вот. И кто знает, то есть Google.io конференция большая, обычно там около 6-7 тысяч людей и попасть на нее, несмотря на то, что билет стоит недешево, непросто. И для, ну то есть есть разные пути, можно поучаствовать в лотерее, в которой вы можете выиграть, выиграть покупку билета, скажем так, либо могут быть специальные инвайты и конкурсы. Об этом я расскажу в самом конце, то есть как лайфхак и как попасть на Google.io. В общем, начнем. То есть для меня, как для Android-разработчика, наверное, самыми долгожданными были потоки и сессии, связанные с Android.io. Ну и в целом они представили новое превью Android-студии 2.2. Кто тоже пробовал новую превью ставить? Все тоже. Пробовали, хорошо. А какие самые ожидаемые фишки студии вообще ждали от Google.io? Ну что, они, наверное, заделают Instant Run. И они вроде это уже сделали. Ну и в целом это было очень ожидаемо. Ну и, собственно, у них была как раз сессия, посвященная превью и всем новым фишкам. То есть это была самая ключевая сессия. И, собственно, в этой сессии мы, скажем так, узнали о большинстве фишек Android-студии 2.2. Ну, соответственно, превью. И вот уже на данный момент вышла пятое превью. То есть она до сих пор еще в эти. И они, ну, в основном у них идет баг-фикс. Ну и в целом они вроде как почти уже все фишки, которые объявили, добавили. И вот, начнем с этих фишечек. То есть первое, что было, ну, то есть по виду самое клевое, они представили новый layout-дизайнер, layout-эдитер. То есть можно увидеть, что сейчас, допустим, как в iOS мы можем перетягивать все контролы, все вьюшки и, ну, там, не верстать это в XML, а перетягивать это сразу на layout. Плюс есть property, который видно в более удобном виде, и схематическое, как они называют, blue screen, схематическое отображение компонентов, которые у нас есть. Вот. И они представили новый constraint layout, который как раз будет поддерживать такую штуку, как automagnifying компонентов. То есть relative layout, он направлен на то, чтобы, когда у нас есть какой-то сложный дизайн, разные комбинации layout-ов, и чтобы уйти, допустим, от relative frame layout в constraint layout. И, то есть они предлагают что-то. Начиная со студии 2.2, мы можем компоненты перетаскивать и выставлять зависимость. Вот эти вот стрелочки, это, ну, грубо говоря, привязка компонентов друг к другу с определенной стороны. Вот. Можно поставить automagnifying, то есть вот эти стрелки сами выставятся, и это будет гарантировать то, что для разных видов layout-ов, на разных девайсов, для горизонтальных, вертикальных у вас верстка будет не плыть. Но с constraint layout, если кто пробовал, надо быть очень аккуратными, потому что если что-то сделать неправильно или у вас какая-то сложная логика, то может случиться так, что у вас эти компоненты просто налезут друг на друга. Вот. Вот эта вот вся штука, она работает через tools namespace, то есть если в процессе разработки вы там напишите что-то не то, какое-то плохое слово, и у вас там эта вьюшка скрэшится при рендеринге, у вас это все останется только в debug mode. Вот. Какой минус этого constraint layout? Ну, на сейчас видно, то есть если кто-то любит пользоваться стилями и структурировать свои layout, делать их тоненькими, а все лишнее выносить стилями, то сейчас вы получите тонну XML для такого нагенеренного constraint layout, соответственно, ну, то есть если уже мы пошли дорогой автогенерации XML, то обратной дороги не будет. То есть все придется делать только так, потому что в той сонне XML-ного кода, которая получится, разобраться будет сложно, и там повыносить какие-то стили. В старые layout тоже можно законвертить в новый constraint layout, ну, соответственно, в студии 2.2. Следующая фишечка – это layout inspector. Если у нас есть сложная вьюшка, то мы можем запустить ее на эмуляторе, остановить в определенный момент и посмотреть, скажем так, инспектор, запустить инспектор вьюшек, то есть посмотреть состояние каждой отдельной вьюшки, посмотреть, ну, там, и расположение всей общей проперти, ну, чем-то напоминает, кто веб пользовался, ну, в обычном браузере, inspect object, очень похоже. То есть можно навести на какой-то отдельный объект, можно посмотреть проперти, можно все, что угодно оглянуть. Для чего это еще подходит? То есть если мы хотим загрузить чей-то сторонний дизайн, мы можем его запустить и посмотреть, остановить и посмотреть какую-то конкретную сложную вьюшку, там, которую, допустим, нам интересно раскрыть и посмотреть, как они заимплементили, там, такой именно вид. Вот. Ну, это то, что касается относительно дизайна приложений. И перейдем к еще более интересной части, это непосредственно к разработке. Про Firebase, я думаю, вы уже слышали. Google купил его где-то чуть больше года назад, наверное, даже ближе к 2 года назад раньше, это было только real-time база данных. Сейчас же они полностью Firebase усовершенствовали, добавили очень много разных возможностей, как аналитику, сбор крошерий, Google Cloud Messaging теперь уже дипликейт, вместо него будет Firebase Cloud Messaging. И разные вещи, которые были в Google Play Services, они постепенно переносят в Firebase. То есть Firebase в перспективе – это, по сути, замена Google Play Services. И через Firebase можно отправлять пуши, ну, та же самая real-time база данных поддерживается, ну, и еще многое другое. То есть про Firebase, я думаю, что это можно отдельным докладом рассказывать, что в нем есть и как этим пользоваться. Сейчас, в общем, они в студии добавили Firebase-плагин, ну, и, соответственно, со студией 2.2 это будет работать. И, допустим, там, чтобы добавить сбор крошей, вам не надо интегрировать какой-то крошлитикс, вы можете это сделать с помощью Firebase. Вот. Ну, и, собственно, если кто знает Магнуса Хадцина, это товарищ, который ведет, ну, который, по сути, лицо видео «Что нового?» вот с ним в Google Play Services, он тоже перешел в Firebase команду, то есть еще раз это, скажем так, подтверждает то, что от Google Play Services будут переходить к Firebase. Следующая штука, которую они добавили, если кто часто пользуется сэмплами, теперь вы можете их искать прямо со студии. То есть правой кнопкой мыши «Find sample code» и внизу в окошке можно увидеть официальные головские примеры, которые есть, то есть, ну, не знаю, насколько это будет именно там используемо, вот, ну, то есть на любителя фишка. Что они еще добавили? Они добавили очень много новых рулов линк-правил для чека качества кода, плюс, ну, то есть, соответственно, для Java 8, ну, и еще новые рулы, которые позволяют анализировать код между файлами, то есть cross-file analysis, и, ну, в целом и сэмплы. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как оно будет. Ну, насчет сэмплов довольно специфическая штучка. Следующая фишка для тех, кто когда-нибудь подключал весовые библиотеки, ну, и часто ними пользуются. Раньше у нас, как было раньше, мы могли подключать только make-файлы, и, соответственно, если нам надо было подключить сэмпфайлы, нам надо было их переписывать в make-файлы. И, ну, в open-source почти все пользуются сэмэйком, и, соответственно, иногда это было не сильно приятно и не сильно удобно, поэтому они решили добавить использование, ну, и саппорт сэмэйк-файлов. Вот, и в целом поддерживается и тот, и тот вариант, как раньше был, то есть мы можем объявить external native build, ndk build и make-файл. И, или же, вот в таком виде, как вы видите, можем референсить сэмэйк-файл. Вот. Следующая штука, то есть с выходом, с поддержкой Java 8, у нас в Android, ну, для Android N появился еще Jack2Chain. То есть сейчас у нас процесс компиляции сборки проекта осуществляется еще по-старому, но в Android Sodi 2.2 по умолчанию уже будет осуществляться с помощью Jack2Chain. Мы можем поставить, то есть этот Jack2Chain, и вообще Java 8, она может быть совместима и с предыдущими версиями, начиная с API-левел 9. И для этого нам надо просто специфицировать, что JackOptionsEnabled будет true. То есть у нас Java 8, наш код Java 8 будет работать и на предыдущих версиях. Вот. Добавили они инкрементальные билды, ну, опять же, кто пользовался, и все-таки, ну, если сравнивать с JRABLE, JRABLE работает быстрее. Но мы как бы надеемся, что Google не будет стоять на месте, будет эту фишку усовершенствовать. И еще, что они добавили интересно, это annotation processor. То есть, допустим, пример из жизни. Если кто, ну, многие пользуются ButterLife, и когда мы используем аннотации ButterLife, он во время нашего сбора проекта подменяет их на, там, по сути, на код андроидовский. Но сама ЛИБа ButterLife, она будет включаться в APK-шку. И раньше был third-party client, который позволял не включать именно ЛИБу, ну, которая, по сути, уже в нашем файле не нужна, в нашем APK-исходном файле не нужна, она свою работу сделала. Сейчас это можно делать с помощью официального annotation процессора, то есть можно специфицировать в Redel файле, какие-либо, ну, аннотировать, какие-либо мы не хотим увидеть в конечной сборке. То есть они там, по сути, не нужны. Вот. Следующая фишечка сейчас, ну, если вы подключаете библиотеки, допустим, ARC, и в конце вы хотите увидеть смержанный манифест, то есть, допустим, ARC, либо вязать свои пермишины, у них свой манифест, и, допустим, если мы соберем конечную покажку, то при инсталляции она будет спрашивать, допустим, что она требует какие-то пермишины. Опять же, если наше приложение не пользуются, мы не всегда там можем понять, откуда это, и разобраться с этим сразу. Сейчас же мы можем в манифесте посмотреть внизу вкладочка Merge Manifest File, и, собственно, посмотреть общий манифест, который получится после сборки проекта с включенными нашими либами. Вот. Ну, что может быть полезно. Переходим к следующим фишечкам, которые относятся уже к тестированию приложений. Кстати, вы же знаете все, как называется новая версия Android M? Уже даже поставили нового андроида. Ладно. Пропустим на конец. В общем, для меня, наверное, самое такое, ну, скажем так, то, что произвело вау-эффект и чего, может быть, не хватало, был Espresso Test Recorder. То есть сейчас, когда мы запускаем приложение на эмуляторе, мы можем с помощью Espresso Test Recorder записать, ну, скажем так, тесты, которые, ну, могут быть обычным флоу-юзера. И, ну, для этого, ну, по сути, слева можно увидеть, то есть мы можем записать, допустим, тап на такую-то кнопку, что-то там ввести, еще что-то. И вот эту вот последовательность действий мы можем сохранить. И, ну, опять же, то есть если у нас есть какие-то, скажем так, не корнер-кейсы, а обычные флоу-ы, которые могут там эмулировать, ну, скажем так, обычные тесты нормального, нормального флоу-юзера, которые мы, допустим, прогоняем после каждого билда, может быть удобно. То есть мы можем либо запускать локально, либо запускать их в Firebase тест-лабе. Тест-лаб – это, ну, скажем так, облако, где можно запустить на любых девайсах наши тесты и вообще, ну, скажем так, раньше, раньше, по-моему, в общем, если кто в облаке тестировал, то есть, я не помню, как уже называется решение, в общем, сейчас можно это уже делать в Firebase. Если нам надо что-то там запустить, протестить на огромном множестве девайсов, мы это можем делать в облаке. Вот. И, собственно, ну, кто-то говорил, что все, тестировал, как пришел конец, ну, я думаю, что мануальное тестирование это все равно не заменит с какими-то, там, корнер-кейсами, как я уже говорила, но для прогона, допустим, там обычных ночных или дейли-тестов может быть полезно. Следующее нововведение это анализатор АПК-файла, то есть, раньше мы могли только догадываться, что там у нас занимает много места, сколько занимают ресурсы или там использовать какие-то сторонние, ну, в общем, это было неудобно. Сейчас мы можем загрузить на нашу АПК-шку и посмотреть, сколько конкретно у нас занимают наши классы по пакетам, наши ресурсы, мы можем посмотреть и RAW, и Downloaded Size, и посмотреть, самое главное, что у нас нет переполнения лимитов 64К методом, вот, кто знает, что произойдет, если у нас количество методов будет больше, там, 65-ти с лишним тысяч, что произойдет с АПК-шкой. Никто не знает. Ну, смотри, здесь, да, да, слушаю. Декс не сможешь собрать его. Хорошо, а что мы должны сделать, чтобы он собрал? Мольфидекс установить. Мольфидекс, то есть, ну, по крайней мере, мы можем это еще раз проверить, ну, редко в каких приложениях это бывает, ну, в очень таких, скажем так, сложных, или, ну, допустим, я в последний раз такое видела, если кто знает, АПИ-динвендор есть, это, по сути, среда, где вы можете, там, где домохозяйка может собрать свое Android-приложение, перетаскивая контролы, вот, и там, соответственно, как раз используется мультитекс, потому что очень много депенденсий, или, которые подключены к проекту, они могут использоваться, могут, нет, но в целом для компиляции самого АПИ-динвендора оно используется, вот, ну, это опенсоршное решение, если кому интересно, можете залезть, сбилдить, сердцы, просто посмотреть, вот, и, ну, по Android-студии в целом все, то есть, еще раз, кому, ну, кто еще не трогал, все-таки для работы я рекомендую оставаться пока на стейбл-канале, то есть, пока мы на 2.1 сидим, если кто-то хочет просто поиграться, посмотреть на эти новые фишки, можете поставить Android Studio 2.2 превью, пятое, ну, оно весьма недавно вышло, то есть, почти все, что я рассказывала, уже там есть, фикшена очень много багов, потому что, вот, первое превью, допустим, оно крэшилось очень часто, и что-то на нем сделать, там, поиграться с Constraint Layout, тем же, было очень сложно, потому что, если, допустим, вы запустите существующий проект, попробуете собрать, то он с большой долей вероятности скрэшится, вот, поэтому, скажем так, для работы скорее нет, для того, чтобы исследовать, посмотреть, какие возможности есть, можно ставить. Следующий блок, о котором мы поговорим, немножко о Virtual Reality, Google, к сожалению, наверное, в этом году никаких девайсов готовых не представил, то есть, они представили очень много того, что будет готово этой осенью, там, Google Assistant, гаджет Google Home, ну, и в том числе, Daydream. Daydream это, по сути, новый девайс, то есть, раньше они два года, в этом году три года представляли Cardboard, как, скажем так, бюджетную виртуальную реальность, в этом году они решили уже пойти в сегмент небюджетной виртуальной реальности и решили представить свой девайс. Собственно, что он из себя представляет и чем отличается от Cardboard, ну, то есть, вы видите немножко другое устройство самого шлема, то есть, тут нету кнопки в Cardboard, которая является единственным контролом, но зато есть пультик такой маленький, который называется Daydream Control, что в этом пульте есть, то есть, он может, в нем есть датчики, акселерометр, и хироскоп, то есть, как они заявляют, он с высокой точностью может смотреть rotation девайса, ну, и угол наклона, есть такой кругленький тачпад сверху, который также кликабельный, и есть две кнопки, первая кнопка приложения, вторая кнопка Home, и вот в целом Daydream, по сути, будет, имеет свою экосистему, будет выглядеть чем-то похожим, может, ну, на Android TV, ну, совсем чуть-чуть напоминает, у него есть менюшка, есть свои приложения, и будет свой маркет, и, собственно, в маркете будут приложения, которые направлены исключительно, сделаны исключительно для Daydream, и чем, собственно, этот девайс будет отличаться от Cardboard, то есть, сейчас Cardboard мы можем заюзать, используя любой телефон, начиная с Android версии 4.3, Daydream же, как они заявляют, он будет отличаться строгим отбором девайсов, которые они будут поддерживать, и девайсов, которые, скажем так, идут с хорошим железом, будут быстро работать, и, в общем, сейчас вы можете попробовать поставить Daydream на свой девайс, но, во-первых, нам надо два девайса, во-вторых, Daydream поддерживается только на Nexus 6P, для контрола подойдет любой девайс, начиная с Android KitKat, ну и, собственно, мы можем вот эти вот все контролы заэмулировать на девайсе, можем переопределить тачпад, можем переопределить клик на тачпад, и Application Button, меню Button переопределить нельзя, вот, они заявляли, ну, по крайней мере, на iOS они заявляли, что они будут поддерживать все платформы Android, iOS и Unity, вчера я зашла еще раз чекнуть, сейчас они уже iOS убрали, в общем, ну, для меня это тоже было немножко странно, думаю, как они это будут вообще реализовывать, вот, но уже остался Android и Unity, то есть, iOS больше нет в поддержке Daydream, вот, то есть, если, ну, кто-то интересуется виртуал-реалити, то можно попробовать поставить превьюшку на Nexus, ну, если кто-то интересуется, у кого-то есть Nexus 6P, вот, ну, и последний блок, скажем так, лайфхаки, как попасть на Google.io, вот, кто-то слышал про такую штуку, как Android Experiment, не слышали? Нет. В общем, Android Experiment, это, ну, скажем так, программа, которую запустил Google, и она направлена на то, чтобы люди субмитили свои какие-то эксклюзивные Android решения, и, ну, вот, примеры из таких, которые там были интересны, то есть, решения относительно о дополненной реальности, augmented reality. Допустим, человек может с помощью телефона смотреть на Android Wear часы и там, по сути, там загонять в шарик какие-то лунки. Это все сделано чисто на дополненной реальности. Вот эта вот картинка, которую вы видите, это эксперимент, в общем, это связка нашего Android девайса и принтера, то есть, человек может сделать или загрузить фото, и принтер вот в таком виде ваш фото, скажем так, сможет напечатать. Ну, из тех, которые еще были такие интересные решения, есть игра FlapsDroid, Flapsy Bird, вернее, и, собственно, сделали реализацию, которая позволяет в Android Wear часах махать руками и видеть на нашем телевизоре с Android TV, как эта птичка летит. То есть, что-то такое необычное, ну, оно не всегда может быть сложное в реализации, просто что-то интересное, необычное, которое, ну, скажем так, доставит фан или какую-то там познавательную обучающую цель. И в этом году на Google.io лучше Android-эксперименты были представлены отдельными стендерами и, соответственно, люди, которые придумали эти решения, были приглашены на Google.io, то есть, и, по сути, показать, что они делали и побыть на конференции. Ну, это, скажем так, я думаю, что весьма честный путь и доступный каждому. Следующая штука, которую они представили в этом году, был стенд с Firebase'ом и были вот такие вот карточки «Я потеряла рыбу, помогите найти» и ссылка на сайт. Ну, сразу предупрежу, что конкурс уже закончился, но контест должен быть еще available до 1 августа. Какая вообще задача? То есть, на этом сайте вы должны отыскать формочку, вернее, не формочку, там очень сложный фон, там куча ссылок на другие сайты, то есть вы должны пройти квест, разгадать, и в конце будет формочка на регистрацию и получение билета на Google.io следующего года. То есть, в этом году 100 лучших победителей, ну, тех, кто быстрее прошел этот контест, они получили билеты на Google.io 2017 года. Контест состоял из нескольких этапов, то есть там они стартовали в определенные даты. В общем, контест весьма нетривиальный, то есть, если кто-то хочет попробовать свои силы поиграться, рекомендую посмотреть. То есть, он слегка психоделический, но даст представление о том, ну, вы сможете разобраться и немножко с Firebase'ом и вообще попробовать свои силы. Вот. И последний такой лайфхак, он только для девушек, то есть, Google очень сильно поддерживает diversity, разнообразие, в том числе девушек, которые занимаются разработкой программного обеспечения и для этого только собираются начать свою карьеру в этой области и они запустили уже второй год такую программу, как Code Jam, Toaio for Woman. Если кто-то, кто знает, кто не знает, что такое Code Jam, это по сути решение разных олимпиадных задач по программированию, то есть, это олимпиадное программирование, вам дается на 2,5-3 часа несколько задач, вы должны их решить, скачать набор данных, решить, ну, то есть, скачать набор данных, запустить ваш код и засадмить эти решения, ну, и сразу там увидеть. И от правильности решения и от скорости решения зависит ваш общий рейтинг и, соответственно, 100 или 120 лучших девушек направлялись, вернее, не направлялись, а получили билет на Google.io в этом году, ну, и, собственно, вот это будет хорошо для тех девушек, которые сильны в алгоритмах и вообще в олимпиадных задачах, потому что, ну, в целом, если вы даже не сильны, то все решается очень просто, вопросами тренировок и подготовки, то есть, достаточно месяц такие вот задачи порешать, и я думаю, что на код джем вы себя проявите хорошо, то есть, в этом году задачи были уменяемые, ну, адекватные и не сильно сложные, но в то же время, из-за того, что время ограниченное, решить их хорошо и быстро, на бесподготовке было бы сложно. Вот, спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, задавайте. Хорошо, я задам вопрос, у меня есть вопрос, какие были подарки от Google в этом году? Были подарки только карбот и солнцезащитные очки крем и бандана. Google просто всех протроллил, то есть, в этом году конференция проходила не в Сан-Франциско, а в Маунтинью, потому что была 10-й юбилейной, и вот они вначале решили подарить брендированный карбот с надписью и вот этот набор, скажем так, солнцезащитных атрибутов. Из девайсов они не подарили ничего, то есть, можно было встать в огромную очередь и получить несколько беконов, но я, по крайней мере, этого не делала, потому что их и так можно купить. А каким способом? Ты попала на конференцию или ты не попадала на самую конференцию? Попадала, это для меня была третья гугл.io. Я попала по приглашению как стипендиатка Аниты Бор в этом году. В прошлых годах попадала от Google Developers Group Community. В целом, если кому интересно, у нас будет в Львове в начале сентября 9-10 числа GDG Дефест Украины. Во-первых, там будут все Google Developers Group организаторы по Украине, в том числе я и будет как раз я думаю, что весьма сильный поток по Андроиду, как и в предыдущих годах, поэтому приглашаю всех тоже на конференцию. А еще таке питание на первую техническую характеру из того, что ты бачила, с чем ты працювала. Как думаешь, какие шансы Google Virtual Reality Dream перейдем, с уже существующими HoloLens, Oculus и так далее? Как они это оценивают или какие твои вражения? Ну, смотри, я работала с Cardboard, в принципе, сейчас работаю, как раз делаю ресерч для App Inventor и Cardboard. В целом, для меня пока Daydream бесполезен. Во-первых, они будут эти девайсы продавать и продавать довольно, ну, я думаю, что недешево, то есть вряд ли будет меньше 200-300 баксов. Это раз. Во-вторых, допустим, в большинстве случаев Cardboard интересен для обучения для детей. Поэтому, ну, допустим, то, чем я занимаюсь, это какие-то там простые панорама, демо, еще что-то, которые могут использоваться в обучении. И, соответственно, проще брать Cardboard, которые будут более доступны, чем покупать дорогущий Daydream, который как 10 Cardboard и что-то под него делать с этим контролем. То есть, ну, из того, что я видела, для меня, наверное, он будет не сильно применим. То есть, специфический. Окей. И шанские питания, часто с характером того, чего я сейчас працюю. Чи я говорил с Google про новые Google Maps, API, например, третьей версии, которая в Нагиаре такого диалога ТВТ. Чи они там, ну, что они рухаются в том направлении, там, если рухаются, то что у них нового? Ну, про Google Maps конкретно нет, у них есть, у них такая штука Physical Web, если знаешь, вот, то есть, показывать определенный контекст, исходя из геолокации, то есть, вот это вот было трендом в этом году. у них, у них, по-моему, AVNS API, ну, у них не по-моему, а точно есть AVNS API, но так как я с этим не сильно по работе сталкиваюсь, я его не ковыряла. Знаю, что такое есть, может, если будет интересно, и, ну, в зависимости от специфики проекта, можно попробовать чуть-чуть ресерчить. Окей, ты делаешь оффлайне, я говорю. Угу.